Жёсткая задача в непростых условиях поставлена, как я уже сказал, перед правительством примерно 4 месяца тому назад. И скажите, кто против выступил? Ну, может быть, Снабков, извини, Николай Геннадьевич, и другие в душе это плохо восприняли. И не потому, что они не понимают, как я, этой проблемы, а потому, что это тяжелейшая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в разнузданности цен заинтересованы миллионы людей, весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, как раз должны мы это использовать. Отчасти это, наверное, произошло. Ну, посмотрим. Поэтому решить эту задачу без серьёзной работы со всей производственной торговой цепочкой было бы невозможно. Чтобы сдержать инфляцию, сначала была, как вы помните, подписана директива президента номер 10. А в середину октября вступило в седу постановление известное правительство по поручению президента номер 713 о системе регулирования цен. Замечу. Некоторые мне тут пишут снижение цен. Мы не ставили такой перед собой задачи снижения цен. Речь шла о регулировании цен. И я не ставил задачу снижения цен, хотя с испугу некоторые увидели большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного. Рентабельность оставалась и прибыльность предприятия на очень высоком уровне. Она и сейчас не низкая. Как я уже сказал, систему регулирования, ну скажем прямо, сдерживания цен разрабатывали всем миром. Парламент, правительство, комитет госконтроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие правоохранительные органы. Передо мной результаты мониторинга. Я об этом еще скажу. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В четвертом квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2%. То есть произошло снижение цен, откат. Когда собирались в прошлый раз, правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20%. Это страшная инфляция. Была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить, ну хотя бы до 12-13% по результатам.